Театр Звука Эфир – это два музыканта из Таганрога, оба Андрея Ясински и Пономаренко. В ходе своего тура по 44 городам они заехали в Петрозаводск, чтобы выступить с концертом в «Синем коридоре». Название коллектива говорит само за себя. Вот как раз название нашего Театра Звука – это о том, что внутри слушателя разворачивается такой внутренний театр. Это театр его образов, воспоминаний, каких-то фантазий, какие-то мечты, может. В целях музыки – остановиться, замедлиться и отвлечься от суеты. В этом помогают инструменты разных времен и народов. Низкие частоты расслабляют, а высокие настраивают на возвышенный лад. Через музыку ребята стараются передать чувство гармонии с природой, а звучание инструментов позволяет телу слушателя расслабиться. Мы в данном случае имеем возможность людям принести музыку, на которую мы сами вдохновляемся в путешествии. Мы занимаемся горным туризмом, мы ходим по лесам, по горам, напитываемся. Это для нас не просто какая-то такая игра выдуманная, а мы этим живем. Ребята используют необычные этнические инструменты – духовые, ударные, струнные. Инструменты для них, как краски для художника. Например, флейта североамериканских индейцев в форме коряги, которую еще называют флейта любви. Впечатлений масса, их сложно описать словами. Но, как сказали ребята в начале концерта, увидеть красоту – это значит ее приумножить. Вот они приумножили сейчас красоту во мне и во многих других людях, которые присутствуют на данном мероприятии. Ребята рассказывают, что некоторые инструменты у них всегда с собой. Например, варган, который сделал отшельник, живущий в горах Геленджике. Он сковал его в печке, потому что живет без электричества. Андрей рассказывает, что он много ездит за рулем из города в город на концерты. Когда его останавливают сотрудники ДПС, он иногда играет на флейте. А ты такой раз. И глаза уже на мокром месте. Музыканты говорят, что часто на концертах слушатели берут инструменты и начинают подыгрывать, потому что на некоторых из них играть может любой человек, а значит любой может почувствовать гармонию с помощью музыки. Александра Моисеева, Варвара Ермоленко, Служба новостей.